Я думаю, вы легко можете представить, с каким интересом жители СССР ждали анонсированный в 1955 году выход новой модели «Волги М-21». Об этом писали газеты, публиковали предварительные фотографии внешнего вида автомобиля. А теперь представьте панику, царящую на Горьковском автозаводе, где все отчетливо осознавали, к срокам приготовить машину для выпуска не успевают, а сроки горели. На носу было 40-летие Великой Октябрьской революции, и к этому событию с конвейера уже должны были сходить серийные автомобили. Летом 1956 года собрали два предсерийных опытных образца, на которые установили верхнеклапанный двигатель на 70 лошадиных сил. Коробку передач сделали автоматической, однако это не решало проблему. Руководство завода прекрасно понимало, что им грозит за срывы плана. В СССР, если все сделал вовремя и хорошо, получишь почет и уважение. А вот если нет, то извини, но тебя предупреждали. Выходом из создавшейся ситуации послужил выпуск трех экземпляров нового автомобиля с конвейера, на котором собирали победы. Это произошло 10 октября 1956 года. О начале выпуска было доложено наверх, все формальности соблюдены, но на следующие три месяца дальнейшее производство автомобилей было прекращено. Три экземпляра, выпущенные заводом в октябре, получили форсированный нижнеклапанный мотор и задний мост от Победы. Механическая коробка передач была практически копией коробки от Победы. В этой комплектации автомобиль выпускали почти до середины 1957 года. Ему присвоили индекс «Волга М-21Г». Запланированный верхнеклапанный движок начали ставить на «Волгу» летом 1957 года. Как раз в это время в Москве начинался Всемирный фестиваль молодежи и студентов. К этому событию и приурочили выпуск новой модификации. Автомобиль выпускался в двух вариантах. С механической коробкой передач под индексом М-21В и с автоматом под чистым индексом М-21. Правда, первый блин, естественно, оказался комом. Долго радоваться обладателям продвинутого авто не пришлось. Специалистов по ремонту автоматов в стране еще не было. Да и с маслом для автомобиля получился сильный дефицит. В результате автоматы стали потихоньку заменять на привычную механику. В следующем году на Всемирной выставке, которая проходила в Брюсселе, показали новую модернизированную «Волгу». Конечно, над этим вариантом поработали основательно. Машина получила обновленную приборную панель и множество удобств типа пепельниц, поручней, на спинке дивана и даже радиоприемника. На машину установили на ветровое стекло омыватели и добавили другие новшества. С фасада автомобиля убрали звезду и передок украсили панелью с вертикальными прорезями. Все эти новшества начали постепенно ставить прямо на М-21В. А в 1959 году уже полностью переработанную модель назвали М-21И. Если взять всю линейку 21-х, то это было уже третье поколение, и именно с него произошло переименование СМ-21 на привычную нам ГАЗ-21. Последний автомобиль этого вида сошел с конвейера в 1970 году, чтобы занять почетное место в музее завода. Продолжение следует...